Штраф за негорящую фару и тонировку автомобилей водителей Самары проверили на технические неисправности. Тем, кто за своим транспортом не следит, выписали штрафы. Масштабный рейд провели инспекторы ГИБДД. Всего на дороге города выехало более 130 сотрудников госавтоинспекции, в том числе и руководящий состав. Павел Баймаков с подробностями. Конец ноября. Первые снегопады, сырая дорога, плохая видимость. В итоге, в связи с изменением погодных условий, особое внимание полицейские обращают на автомобили с тонированными передними боковыми стеклами. Несколько минут патрулирования и первый нарушитель. Светопропускаемость стекла проверяют специальным прибором, который фиксирует превышение допустимой нормы. Не темно ездить? Нет, хорошо. Никто не смотрит темно. То есть стесняетесь кого-то? Нет. Темнота нравится. Сколько раз уже штрафовали за это? Четыре, пять. Пять раз по 500 рублей. Итого две с половиной тысячи. А ведь есть вероятность, что штрафовать будут каждый день. В месяц может набежать кругленькая сумма. Но платные за беспечность, напоминают инспекторы, могут встать в не только деньги. Слишком темная пленка на стеклах напрямую влияет на качество обзора, соответственно и на безопасность. Кроме того, за неустранение нарушения в течение суток могут и лишить свободы. Данная статья предусматривается административной ответственности. Виды штрафа от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Некоторых такой расклад не устраивает. Оставаться в тени и сидеть под арестом, либо выйти из нее и ездить спокойно, не нарушая правил. Многие выбирают вариант номер два. Мы штрафа предупреждаем. Впредь данное нарушение не совершайте. Если, как говорится, не понимаете, будем вас наказывать. С начала года в Самаре зарегистрировано более 1000 ДТП, в которых более 1300 человек пострадали и более 30 погибли. Во многих случаях сопутствующим условием, по данным ГИБДД, была та или иная техническая неисправность автомобиля. В ходе рейда штрафовали и водители, на чьих машинах не работали фары или были запачканы номера. Рейд одновременно прошел во всех районах города. В мероприятии задействовано более 130 сотрудников ДПС города. Мероприятия будут проводиться три дня. В этих мероприятиях участвует весь руководящий состав полка. Только за один день рейда инспекторами было составлено несколько десятков протоколов. Павел Баймаков, Сергей Костин. Новости губернии.